Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Потерянное лето. Маленькие жители Алтайского края остались без отдыха в лагерях. Когда каменное не только сердце. Почему в Алтайском крае стремительно молодеет желчнокаменная болезнь? Неожиданный долг, арестованный счет и панические атаки. Что довело пенсионерку из Барнаула до проблем с судебными приставами? Детские лагеря региона в этом сезоне точно не откроются. Официальное заявление об этом сегодня сделала заместитель председателя правительства края Ирина Долгова. Она отметила также, что работать смогут только оздоровительные учреждения, где уже отдыхают дети, сироты, оставшиеся без попечения родителей. В Министерстве образования региона уже начали работу по возврату денежных средств родителям. Всего на сегодняшний день выкуплено 10,5 тысяч путевок. На сайте «Алтайские каникулы» размещена форма заявления, которую родителям необходимо заполнить и направить в загородные оздоровительные лагеря, чтобы вернуть проплаченные средства. Заявитель в заявке обязательно указывает фамилия, имя ребенка, номер, путевки и банковские реквизиты для перечисления денежных средств. Обращаем ваше внимание, что данное заявление в офис оздоровительного лагеря можно направить разными путями. Если нет возможности в электронном виде, можно отправить лично, либо почтой. Денежные средства вернутся на счет заявителя в течение месяца, пообещали представители Минобра. Они также подчеркнули, что оставшихся без отдыха детей необходимо максимально занять на специально организованных детских площадках. Это могут быть музеи под открытым небом, библиотеки под зонтиком или экологические субботники. Главное, чтобы дети не остались без присмотра. Сейчас в муниципалитетах будут прорабатывать вопросы детской занятости. Уже есть просьба к правительству помочь финансово педагогам, которые вынуждены будут заняться организацией детского отдыха вне здравительных лагерей. Без улучшений. Коечный фонд ковидных больниц края по-прежнему загружен на 77%. На сегодняшний день в регионе 92 тяжелобольных пациента. 27 человек находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки скончались 4 пациента с диагнозом COVID-19, а за все время пандемии умерли 130 жителей края, у которых был обнаружен коронавирус. Всего в регионе выявлено 6294 человека с новой инфекцией. За последние сутки прирост составил 238 человек, из них большинство жителей Барнаула – 95 новых пациентов за сутки. В то же время с завтрашнего дня в России отменяют карантин по прибытии из-за границы. Новое постановление подписал глава Роспотребнадзора. Напомним, с марта граждане были обязаны пройти 14-дневную изоляцию, прилетев из другой страны. Сейчас будет достаточно отрицательного теста на коронавирус, который необходимо пройти в течение трех дней после приезда. И еще одна новость, которая пока плохо ложится на ковидную реальность, в которой все мы сейчас живем. С 15 июля, то есть завтра, в стране начинают возобновлять международное сообщение. Пока речь идет лишь о переговорах между странами. В любом случае, абсолютно все договорные отношения, открытие границ – это всегда двусторонние связи. В любом случае, каждый из стран анализирует и принимает решения для себя. Какие страны для них наиболее желательны, туристы из каких стран наиболее желательны для посещения, кто нет. Соответственно, Российская Федерация точно так же смотрит и мониторит ситуацию в разных странах. То есть сейчас уже существует список порядка 15 стран, которые, скорее всего, первые гости из которых полетят к нам в Российскую Федерацию. Сейчас разговор идет о Турции, разговор идет о Вьетнаме. То есть это какие-то ближайшие страны. Ситуация меняется каждый день, поэтому пока сложно прогнозировать, когда из России отправится первый рейс со счастливыми туристами. Интересно, готовы ли, например, в Барна улице в такое непростое время все бросить и махнуть за границу. Зачем себя риску подвергать? Я считаю, что пока все это не успокоится, но не надо какие-то лишние поездки или еще чего-то. Конечно бы рискнуло. Не страшно? Нет, не страшно. Самое страшное – уже все произошло. Не рискнуло бы. Я планирую отдыхать у родителей в табунах, ездить на Яровое с той стороны, где нет людей. И вообще, мне кажется, как-то сейчас очень опасно оказаться в другой стране без привычной тебе системы здравоохранения. Полечу обязательно, как только откроют, потому что соскучилась, давно не была нигде. В чужой стране со здравоохранением намного сложнее, чем в Российской Федерации. Все-таки уровень здравоохранения по сравнению с заграницей была в других странах намного ниже. И дополнительных расходов потребуется больше. Поэтому лишний раз рисковать своим здоровьем, если честно, я бы не боялась. Вы бы рискнули сейчас полететь куда-то отдыхать? С удовольствием. Прямо реально не боитесь ничего? Я в январе им переболел, так что уже не боюсь. Но нет, худо без добра. Туроператоры заявляют, что пандемия заставила россиян по-другому посмотреть на внутренний туризм. Речь идет о Краснодарском, крае Республики Крым. Это, например, Горный Алтай. Такие пробки даже в будние дни теперь норма. Кстати, многие связывают резкий подъем заболевших именно с открытием туристического сезона. Рост заболеваемости именно с началом работы туристических баз, он имеется, но не только связан с работой туристических баз. Здесь работает несколько факторов, в том числе и туристические базы, потому что активизировался отдых на этих базах, это активная часть населения. Поэтому, собственно говоря, у нас и растет контингент 18-29 и 30-49 лет. Наплыв туристов касается в первую очередь Горного Алтая. Тысячи туристов со всей России, в том числе известные персоны Александр Гудков, Сергей Светлаков, сын Михаила Ефремова Никита решили провести свой отпуск в соседней республике. Напомним, она открыла свои границы 3 июля, хотя, как мы знаем, это никого не останавливало и раньше. Так что не исключено, что когда пандемия закончится, интерес к внутреннему туризму, в том числе и туризму по Алтайскому краю, у россиян не угаснет. Хотелось бы, конечно, чтобы маршруты были более выгодны для наших граждан, потому что действительно зачастую гораздо более бюджетно уехать куда-то за границу, чем путешествовать по России. А теперь к другим темам. Жаркая погода, минимальное количество остатков и ветер. В западных районах края объявлен режим чрезвычайной пожароопасности. Это пятый наивысший класс горимости. Для избежания возможных последствий жителям региона МЧС рекомендуют соблюдать повышенные меры предосторожности. Не разводить костры, не сжигать сухую траву, не бросать непотушенные сигареты, а также проводить профилактическую беседу с детьми. Напомним, в случае пожара необходимо обращаться по телефону, указанному на ваших экранах. В Алтайском крае стремительно молодеет желчнокаменная болезнь. Если раньше патология встречалась в основном у пенсионеров, то сейчас камни в желче все чаще находят у людей среднего возраста и даже детей. Почему так происходит и можно ли избежать серьезного заболевания, которое нередко протекает бессимптомно? Ответы в сюжете Марии Микшута. Резкая боль в животе и тяжелое состояние. Так описывает Оксана свое самочувствие, когда впервые стало плохо. Сильная боль началась после того, как поела жирную пищу. Пришлось вызывать скорую. Я когда сюда поступила, мне сделали УЗИ. Потом поставили диагноз и назначили лечение. Ставят антибиотики, ставят капельницы, систему. У Оксаны обнаружили пять камней в желчном пузыре от 7 мм до 1,5 см. По медицинским меркам размер внушительный. Молодой женщине назначили плановую операцию, но сначала подготовка к ней. Получается, сейчас они меня пролечат. Говорят, через месяца-два надо опять ложиться на операцию, чтобы удалять их. Врачи говорят, под медицинское наблюдение Оксана попала вовремя. Сами камни дали о себе знать. Но нередко бывает и так, что заболевание протекает без симптомов. Между тем, ему подвержено все больше и больше людей. В нашем регионе до 70% жителей. Среди них все чаще встречаются дети. В последние годы увеличение примерно в пять раз. В пять раз. Детские хирурги мне уже чаще и чаще обращаются, потому что и до 18 лет это тоже не является для них какой-то неожиданностью. То есть они уже начали детей таких оперировок. Ну, в принципе, в основном, конечно, камнеобразование идет в желчном пузыре. Основная причина того, что болезнь молодеет, считают медики, малоподвижный образ жизни и неправильное питание. В фастфуде в основном же подвержены именно молодые. Газировка, бутерброд, как правило, вот как я уже сказала, то есть салаты жирные, лапша, вок, то есть там, где очень много жиров. Взрослые поколения, которые еще воспитаны, так сказать, при Советском Союзе, они все равно еще стараются более придерживаться, да, там, творожок на завтрак, там, кашки, супы. Чтобы организм не оброс камнями, говорят специалисты, нужно, с одной стороны, соблюдать простые правила здоровья, сохранять балансная активность и, с другой, время от времени проходить обследование внутренних органов. Ведь свою роль в образовании камней в желчи может сыграть и генетика. Врачи подчеркивают, лучше вовремя удалить так называемые немые, то есть бессимптомные камни, чем ждать внезапные желчные колики. Мария Микшутна, Андрей Печоргин, Александр Антропов. День с толком. Не хотите проблем, платите. В поселке Кусак немецкого национального района вот уже месяц, как топит одну из улиц. Причина – порыв на водопроводе, который находится на балансе районной администрации. При этом местные власти предлагают людям устранить аварию за свой счет. Как такое возможно, выясняла Анастасия Дороган. Ручей посреди степного села, но чудом жители его не считают. Водоточит центральный водопровод прямо из-под участка. Соседи уже сбегают. Вот, дерево, смотрите, уже наклоняется. Упадет, может упасть на соседний дом. Вот, пожалуйста. Это что, не трагедия? Тут живет женщина с ребенком. Они уехали к бабушке на яровое. Паника, нерадужные перспективы, казалось бы, от ручья. Но течет он почти месяц. Порыв случился 23 июня, а никто не реагирует. Участок прежде принадлежал женщине, которая давно умерла. Ее сын выписан с октября. Теперь он живет в доме престарелых. Получается, дом бесхозный, но только не для коммунальщиков. Была у него переплата. Я уже не помню, на какую сумму. По-моему, на 700 с лишним рублей. Отключили свет. А сейчас долг 2103 рубля. Выходит, спустя почти год человек все еще в базе данных коммунального предприятия. Будет месяц, как мы ездим и в Белый дом, и в прокуратуру. Нас швыряют, как этих собачек. Туда-сюда, туда-сюда. То есть все говорят, что должен ликвидировать? Да, должен хозяин. Нет, заплатите, складчину сделайте. 20 тысяч заплатите. Ради того, чтобы вырыть, мы им просим, разройте центральную трассу и закройте отвод. А между тем, тех, кого топит, с каждым днем все больше. Вода дошла уже до земли, то есть до капеля. Поэтому уже мы неделю сидим без интернета и без телевидения. Специалисты там районные выезжали, смотрели, обещали, что сделают. Но пока еще не сделали. То есть говорят, что да, 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 мол, завтра, завтра. Ну, обещали сделать. В газете выпустили ответы, что пока сейчас с техникой проблема. Угу. С 24 июня. По словам местных властей, с 2015 года все вопросы водоснабжения курируют район. Но там уточнили, они в ответе только за общее водоснабжение. А некогда частный участок, где и случился порыв, предлагают взять на баланс сельсовету. Но с таким решением не согласна прокуратура района. По мнению надзорного ведомства, это нарушение закона. Мы вышли на район, поскольку полномочия в силу 131-го федерального закона водоснабжения являются компетенцией администрации района. Уже каким образом они будут реализовывать крестку центральной там перекрывать, либо там просто глушить там участок водопроводной сети. Ну, что там еще будет делать, если там собственники в право расследования не вступили. Ну и скорее всего там, наверное, и не вступят. Получается, ответчик все-таки район. Но пока он перекладывает свои проблемы на других, ручей уже затопил половину улицы. Когда человек не платит за воду, штрафы накладывают, и пеня идет, и все. Значит, ищут, кто виноват, кто не платит. А что вот здесь вот она течет постоянно, в месяц уже. Чтобы исполнить представление прокуратуры, у власти района есть 30 дней. К слову, устранение прошлого порыва на водопроводе в Кусаке ждали три месяца. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Подростков, избивших мальчика из камня на оби, накажут. В начале июня хулиганы засняли на видео издевательство над ровесником и распространили его в социальных сетях. Избивали мальчика несколько человек от 10 до 13 лет. Видео снимала девочка. К уголовной ответственности несовершеннолетних привлечь нельзя, но их все равно накажут. Двое из группы хулиганов состояли на учете. С ними вели профилактические работы. Один из них уже находится в Центре временного содержания для малолетних преступников. Второй до конца недели отправится в спецучреждение закрытого типа. Сейчас собирают документы и медсправки для суда. Еще двое мальчиков находятся в медицинском учреждении. Один в комплексном центре до конца лета. Девочку никак не накажут. На родителей хулиганов составлены протоколы. Им выписали штрафы и предупреждения. Прецеденты этому показывают, что каждый получает заслуженную ответственность. Если они не достигли возраста ответственности, то, соответственно, это и профилактический учет, это работа с этим подростком, коррекция их поведения, это работа с родителями. В любом случае, какие-то санкции, какие-то справедливые меры к детям, к родителям, они будут. В любом случае. У Барнаульской пенсионерки сняли деньги с банковского счета в минус без уведомления. Причина долги по коммуналке за комнату, которую пожилая женщина продала несколько лет назад. Сейчас пострадавшая пытается доказать свою невиновность и просит вмешаться в ее ситуацию. Продолжит тема Валентина Аскерова. За ЖКХ и в индустриальном районе, и что значит арестованы счета. Не предупреждающего звонка, никакого-либо другого уведомления, а только СМС по факту списания денег. 2 июля у пенсионерки Людмилы Быковой без предупреждения сняли со счета несколько сотен рублей. Отправив баланс в минус, начала выяснять, задолженность больше целых 60 тысяч рублей. Эту сумму ей выставили за неплатежи по коммуналке за комнату, которую женщина три года назад продала и выписалась из нее. Когда мне сказали 61 тысяча, я была в таком шоке. Я, значит, получаю 15 тысяч пенсии. 10 500 я плачу ипотеки, 4 500 у меня получается кредит оставшийся. То есть пенсии у меня нет, а живу на иждивении дочери. Представьте, если у меня арестованы счета, и я еще и буду преступницей, если не проплачу вовремя долг государству. После такого сюрприза у Людмилы Ивановны случилась паническая атака. Впрочем, списание не первое. За долги по чужой недвижимости год назад уже списывали 3 тысячи рублей. После второго случая женщина ринулась к судебным приставам. Двери закрыты. Пошла тогда к мировым. Мне выдали определение об отмене этих приказов обоих. И, значит, сказали, теперь можете идти к приставам, пусть они, значит, решают дальше этот вопрос. Я задала вопрос, а как мне получить те средства, которые у меня были высчитаны? Это надо идти в Сбербанк. Не в Сбербанк, а снова в суд, подчеркивает эксперт. Только так можно вернуть деньги, если их уже успели списать. Иными словами, суд отменил новые списания, но еще нужен его вердикт о возврате списанных. И если денежные средства полностью, либо частично уже пристав успел снять, тогда есть возможность обратиться с заявлением в суд, вынесший судебный приказ, с заявлением о повороте исполнения судебного приказа и судебного постановления. Юрист пояснил, что данная ситуация не прецедент. Люди в нее попадают по двум причинам. Первая – они вовремя не осведомляют управляющую компанию о выписке из прежнего жилья. Вторая – халатность самой управляющей компании, которая не обновляет сведения о съехавших или, наоборот, заселившихся жильцах. Что касается Людмилы Ивановны, женщина утверждает, что с ее стороны все было сделано вовремя. В управляющую компанию обращалась. Пенсионерка считает, что с ней поступили не по-божески. Она уже обратилась в прокуратуру. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Героическая профессия. Сейчас о врачах все чаще говорят именно в таком контексте. С начала пандемии роль медицинских работников перестали недооценивать. Им говорят спасибо за труд. В их честь проводят концерты, им посвящают выставки. Посетители художественного музея края выложили экспонаты, которые долгое время хранились в фондах. На холстах – врачи. Анатолий Овчинников, Израиль Неймарк, Зиновий Баркаган. Их имена известны на всю страну. Практикующие врачи и светила алтайской медицины. Эти доктора внесли большой вклад в развитие медицинского образования и в свое время возглавляли кафедры Алтайского мединститута. Это скульптурный портрет Израиля Исаевича Неймарка, заслуженного деятеля науки РСФСР. Израиль Исаевич также был участником Великой Отечественной войны и основателем знаменитой династии врачей на Алтае. Израиль Неймарк также прославился тем, что основал лабораторию искусственной почки в Алтайском крае и спас немало человеческих жизней. На картинах изображения не только именитых лекарей, но и простых врачей и медсестер, в том числе сельских. Конечно, мы не знаем фамилии точно вот этих операционных медсестер, хирургов, которые изображены. Но хочется думать, что, конечно, кто-то из них живой. Это реально, на самом деле, действующие, практикующие врачи. Выставка небольшая, зато есть уникальные экспонаты. Например, портрет знаменитого патолога-анатома Алексея Абрикосова. Этот доктор вскрывал труп Владимира Ленина и был первым, кто бальзамировал тело вождя. Мы узнали это при подготовке к выставке, когда изучали биографию художника и биографию врача. И вот таких интересных открытий, их бывает очень много. В экспозиции, посвященной врачам, представлены картины и скульптуры советских мастеров. Но и сейчас созданная в 60-х, 70-х не потеряла актуальности. Даже наоборот. Уточним, что одновременно взглянуть на экспозицию могут не более пяти человек. Это для того, чтобы у героев нашего времени, врачей, не прибавлялось работы. Елена Самарина, Андрей Печоркин. День с толком. У меня на этом все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok